После трудных и травмирующих родов, мистер Смит решил завести собаку для своего парализованного сына, надеясь, что это внесёт в их жизнь хоть немного позитива, в котором они так нуждались. Однако то, что произошло всего через несколько месяцев после того, как собака появилась в их семье, ошеломило всех. Жарким днём в тихом районе Монтаны Терри Смит почувствовал себя неуютно. У него было много забот, и он собирался найти что-то, что, как он надеялся, поможет ему избавиться от некоторых забот. Сегодня был первый день рождения его сына, и он хотел сделать ему особый подарок. До рождения Тимми Терри и его жена несколько месяцев обсуждали, что они подарят ему на его первый день рождения. Они даже запланировали большую вечеринку в его честь. Но теперь всё оказалось совсем не так, как они себе представляли. Последние несколько месяцев были тяжёлыми для мистера Смита, и идея устроить большую вечеринку на тему животных для их сына стала невозможной. Вместо этого Терри сосредоточился на том, что, по его мнению, могло бы помочь. На собаке. Многие люди говорили ему, что домашнее животное может помочь Тимми больше, чем любой врач. И поскольку Терри любил своего маленького сына больше всего на свете, он серьёзно отнёсся к их совету. Когда он зашёл в приют для животных, то увидел множество симпатичных собачек, пытавшихся привлечь его внимание. Одна из них, английский той-терьер, привлекла его внимание своим любопытным видом. Терри читал о разных породах собак и подумал, что этот маленький терьер станет идеальным подарком для Тимми. Она была достаточно маленькой, чтобы не перегружать его, но при этом преданной и заботливой, именно такая собака была нужна его сыну. Когда его бедный малыш появился на свет, родильная палата погрузилась в ледяную тишину. Тимми плакал, а Терри радовался тому, что его здоровые лёгкие работают безукоризненно. Роды были травмирующими как для него, так и для его жены, и долгое время он опасался худшего. Но Тимми был здесь, и он был жив. Затем врачи унесли новорождённого в другую палату, даже не позволив ему или его жене сначала подержать его. Терри до сих пор помнил выражение лица медсестры, и то, как тяжесть момента потрясла его до глубины души. Он никогда в жизни не испытывал такого страха. Расхаживая по комнате ожидания, Терри живо вспомнил, как врач сказал ему, что Тимми родился с повреждённым позвоночником из-за осложнений во время родов. Его сын был парализован ниже пояса, и хотя шансы на то, что он сможет ходить, были невелики, всё ещё оставалась надежда. Цепляясь за эту надежду, Терри соглашался на бесчисленные сеансы физиотерапии, полной решимости сохранять позитивный настрой. Однако его жена боролась изо всех сил, обвиняя себя в состоянии Тимми и впадая в послеродовую депрессию. Она отказалась как от Тимми, так и от сеансов терапии, предоставив Терри оплачивать медицинские счета и проводить долгие часы в одиночестве. Зная, что Тимми нуждается в дополнительной стимуляции, Терри предложил завести собаку, но его жена не проявила особого интереса. Поскольку идея устроить грандиозную вечеринку по случаю дня рождения Тимми больше не представлялась возможной, Терри решил, что усыновление собаки может привнести в их жизнь немного счастья. Когда он увидел в приюте английского тойтерьера, он сразу почувствовал к нему симпатию и поверил, что эта преданная и ласковая порода идеально подойдёт его сыну. По мнению некоторых экспертов, физическая стимуляция, обеспечиваемая игривой собакой, может укрепить мышцы парализованного человека и придать ему решимости, выведя его за пределы своих возможностей. Терри не думал, что собака поможет его сыну научиться ползать или даже ходить, но он знал, что она может превратить его скучные дни в удивительные приключения. После того, как он нашёл английского тойтерьера, он начал процесс усыновления. Этот процесс включал в себя оформление документов, подписи и оплату. Со смешанным чувством волнения и надежды Терри решил найти любящий дом для маленького терьера. Возвращение только что усыновлённого пса домой было похоже на начало новой главы в его жизни. Пока Терри вёл машину, в его голове роились тревожные мысли. Как Тимми отреагирует на этот сюрприз? Испугается ли он собаки? Испугается ли собака его? Ему предстояло выяснить это достаточно скоро. Перед тем, как отправиться домой, Терри зашёл в местную пекарню купить торт. В конце концов, у его сына был день рождения, и он знал, что жена ничего не испекла. К торту он выбрал симпатичный бантик для собачки. Маленький штрих, который сделает этот момент ещё более особенным. Возвращаясь домой с тортом-сюрпризом и милой собачкой, Терри нервничал, но был полон надежд. Он знал, что следующие шаги важны для улучшения обстановки в доме. Когда он открыл входную дверь и впустил терьера, жена, нахмурившись, уставилась на него. «Серьёзно?» – спросила она. «Теперь я должна заботиться о ребёнке и собаке, в то время как ты проводишь все дни в своём офисе». Терри почувствовал себя уязвлённым, но не позволил своей улыбке превратиться в гримасу. Он знал, что его жена страдает так же сильно, как и он, и что ей нужно будет посетить ещё несколько сеансов терапии, прежде чем она сможет считать себя на пути к выздоровлению. Он спокойно объяснил ей, что уже поговорил с их экономкой и что она позаботится о собаке утром, оставив его на вечерних прогулках. «Терьер будет достаточно отвлекать маленького Тимми, чтобы у вас оставалось больше времени для себя», – сказал он. Она горько усмехнулась. «Ты хочешь, чтобы я оставила нашего сына наедине с собакой, которую он не знает?» «Конечно, нет», – ответил Терри, чувствуя, как в нём закипает гнев, но он оставался спокойным. «Я просто хочу, чтобы ты присмотрел за ними, пока они играют. Он не может играть. Он даже ползать не умеет», – рявкнула она на него. «Он научится», – сказал Терри, и по его тону было понятно, что разговор окончен. Она пожала плечами и взяла у него торт, а он пошёл в комнату Тимми. Как обычно, малыш лежал в своей кроватке, прижимая к груди плюшевую игрушку. Он нёс какую-то чушь, но рядом не было никого, кто мог бы поддержать игривую беседу. Сердце Терри разрывалось от жалости к своему ребёнку. Он редко выходил из своей комнаты и даже никогда не встречался с другими детьми. Но маленький Тимми вот-вот должен был обрести друга на всю жизнь. Терри взял сына на руки, поухаживал за ним и направился в гостиную. Пёс, всё ещё с милым бантиком на голове, тихонько гавкнул, когда они вошли в комнату. Глаза Тимми загорелись радостью при виде пушистого друга, и его крошечные ручки потянулись к терьеру. Терри опустил его на землю и сел позади него, посвистывая, чтобы привлечь внимание щенка. Пёс осторожно приблизился, взволнованно виляя хвостом. Мальчик протянул руку и коснулся его головы, повизгивая от восторга. На мгновение в комнате стало светлее, и даже жена Терри улыбнулась. Шли дни, и пёс стал неотъемлемой частью их дома. Терри обязательно кормил собаку каждое утро перед работой, и домработница также заботилась о ней, обеспечивая её едой и водой. Однако жена Терри в основном игнорировала это. Пёс быстро стал для Тимми игривым компаньоном, что привело к огромным изменениям в его характере. Когда-то тихий мальчик теперь постоянно смеялся и любил возиться на полу со своим пушистым другом. Жена Терри, поначалу колебавшаяся, увидела положительный эффект и начала расслабляться и лучше заботиться о себе. Со временем её настроение улучшилось, и она стала более ласковой с Тимми, даже предложив назвать собаку Дюком. Герцог. Шли недели, и силы Тимми росли. Теперь он мог самостоятельно сидеть и бегать по полу вслед за Дюком. Собака, понимая ограниченность возможностей Тимми, терпеливо ждала, пока он догонит её во время их игр. Занятия с Тимми физиотерапией также показали отличные результаты. Его мышцы окрепли. Хотя он ещё не мог ползать, его успехи вселяли в Терри надежду. Жена Терри также стала больше общаться с Тимми и Дюком. Они часто играли вместе, и, видя, как счастлива его семья, сердце Терри таяло. Дюк был не просто домашним животным, он стал ключом к их счастью. Прогресс. Шли месяцы, и Тимми продолжал поправляться, в конце концов у него стали сгибаться колени. Его врач был в восторге, а Терри и его жена плакали от радости. Несмотря ни на что, Тимми делал успехи. Желание поиграть с Дюком подтолкнуло его к укреплению мышц, и пёс стал стимулом для его выздоровления. Однажды, когда Терри был на работе, позвонила его жена и взволнованно показала, как Тимми ползёт за ним. Герцог. Это было чудо. В тот вечер они отпраздновали это событие тортом, и их дом наполнился смехом и радостью. Вскоре после этого, одним тихим утром, когда Дюк и Тимми играли, Дюк начал необычно лаять. Обеспокоенный Терри заглянул к ним и понял, что что-то не так. Несмотря на мирную атмосферу, поведение Дюка намекало на то, что вот-вот произойдёт что-то важное. Поначалу Терри забавляли выходки пса, но потом он начал понимать, что за ситуацией может скрываться нечто большее, чем просто игривое настроение. Настойчивый лай свидетельствовал о повышенной насторожённости, как будто Дюк пытался сообщить что-то важное. Заинтригованный и немного обеспокоенный, Терри решил последовать за Дюком, чтобы узнать, что привлекло внимание собаки. Пёс повёл Терри в гостиную, где Тимми играл со своими игрушечными солдатиками. Стоя на собственных ногах, Терри почувствовал слабость в коленях, и ему пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть в обморок. Это казалось невозможным, но его глаза не лгали. Его парализованный сын, мальчик, о котором все врачи говорили, что он никогда не сможет ходить, твёрдо стоял на ногах. По лицу Терри потекли слёзы, и он громко всхлипнул. Маленький Тимми заметил, что в дверях стоит его папа, и нахмурился, смущённый своими слезами. «Тебе грустно, папа?» спросил он, откладывая игрушки и поворачиваясь к нему лицом. «Нет, Тимми», ответил Терри, вытирая глаза, но не в силах сдержать слёзы. Папа ещё никогда не был так счастлив. Тимми хихикнул и вернулся к игре. Терри, едва веря своим глазам, побежал в ванную и чуть не вышиб дверь. Оттуда вышла его жена, всё ещё в халате, и, не говоря ни слова, Терри потащил её в гостиную. Тимми всё ещё стоял на ногах и радостно играл. В отличие от Терри, его жена не могла устоять на ногах. Потрясённая, она соскользнула на пол и разрыдалась. Теперь у Тимми на глазах плакали оба его родителя. «Мама! И ты тоже!» пропищал он, глядя на неё и шаркая ножками, но всё ещё удерживая равновесие. Сквозь слёзы жена Терри спросила, «Ты можешь подойти ко мне, детка?» Тимми посмотрел на свои трясущиеся ноги, не зная, сможет ли он добраться до мамы. В этот момент на помощь пришёл его лучший друг Дюк. Пёс подбежал к Тимми, позволив ему положить руку себе на спину для равновесия. Двухлетний малыш, пошатываясь, направился к своей маме, а Терри подбадривал его. Тимми дважды чуть не упал, но Дюк держался рядом с ним, медленно ступая в такт его шагам. Когда Тимми, наконец, оказался на руках у матери, даже Дюк радостно залаял. Маленький терьер, которого Терри взял к себе всего год назад, научил своего сына ходить. Переполненный эмоциями, Терри поднял пса и крепко обнял. Этот момент заставил семью по-новому оценить Дюка. Они с трудом могли поверить в то, что маленькая собачка сделала для них. Удивительным образом собака помогла Тимми преодолеть все трудности, вернула радость на лицо его жены и помогла Терри почувствовать, что его семья снова стала единой. Дюк, возможно, и был маленькой собачкой, но он совершил нечто грандиозное, и Терри всегда будет благодарен ему. Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать в комментариях. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok